В повестке сегодняшнего совещания белорусско-российские отношения. В ближайшие дни мы проведем интенсивные переговоры на самом высоком уровне с представителями Российской Федерации. Основная тематика – экономика. Не так давно в ходе контактов с руководством России мы договорились, что такие переговоры пройдут до конца года. Мы детально проанализируем проблемы на самом высоком уровне, которые требуют неотложных решений. Все они напрямую связаны с развитием экономики, стабильностью финансовых систем и благосостоянием граждан. У любого из вас может быть вопрос, что мы слишком часто встречаемся с президентом Российской Федерации обсуждаем, так или иначе, животрепещущие проблемы. Чем будут отличаться эти переговоры от предыдущих? Отличие простое. Если раньше, встречаясь с президентом России, с руководством России, отдельными министрами, вы это знаете, мы обсуждали вопросы тактического характера. От этого никуда было не деться, поскольку против России и Беларуси были введены страшные, можно сказать, санкции. Против России вроде аж около 900 каких-то там. Ну а против нас заодно, чтобы через нас, как они говорят, Россия не могла обойти эти санкции. Поэтому нам пришлось в течение года встречаться и реагировать на ту ситуацию, которая складывалась в результате давления на нас, коллективного Запада. То есть это были вопросы текущего тактического в основном характера, хотя, откровенно говоря, мы на каждой встрече через эти вопросы пытались заглянуть в будущее. На предстоящей встрече мы обсудим вопросы стратегического характера, вопросы стратегии прежде всего в сфере экономики. Да, мы будем говорить о военно-политической ситуации вокруг наших государств. Конечно, мы не уйдем от вопроса не только ВПК, там, где производят вооружение, боеприпасы и прочее, но мы будем говорить и о вороноспособности, безопасности нашего государства. Но главное – это экономика. И вторая особенность заключается в том, что еще, наверное, больше года назад, где-то полтора года назад мы договорились с президентом России, что мы принимаем программу действий, определили 28 программ. Они касаются основных направлений нашего сотрудничества. Мы с президентом Путиным утвердили эти программы и поручили нашим правительствам, министрам, специалистам действовать в рамках этих программ. Как мне докладывают, реализовано под 60% всех мероприятий из этих программ. Это неплохие темпы. Но реализовывая те или иные программы, наше правительство столкнулись с вопросами, которые они решить не могут. Не потому, что они плохие специалисты, а потому, что это вопросы президентов по Конституции России и Беларуси. Это наши вопросы с Путиным. И мы договорились полгода еще назад с Владимиром Владимировичем, что в конце года все накопившиеся вопросы, которые надо решить, мы встретимся и их решим. Вот, как у нас принято по-журналистски говорить, конспирология всех проблем и особенностей будущих наших переговоров. Что касается оценок, то, наверное, по прошествии этого периода времени, после мятежа в Беларуси, это особый период наших отношений, мы подтверждаем правильность выбранного нами стратегического курса на сближение с Россией и своевременность принятых мероприятий того пакета интеграционных документов в рамках союзного государства. Эти программы ни в коем случае не затрагивают независимость и суверенитет ни Беларуси, ни России. Ну, я вижу, сейчас нагнетается ситуация, особенно после этих масштабных переговоров. Все будут говорить, что все, тут уже в Беларуси нет власти, здесь уже россияне пешком ходят и управляют страной. Еще раз хочу подчеркнуть эту особенность. Никто, кроме нас, Беларусью и страной не управляет. Это наши функции по Конституции и моя в том числе. Мы реализовываем эти функции. Многие у нас тут начинают шептаться, когда чего-то не получается договориться, что Россия ставит неприимлемые для нас условия, связанные с нашей независимостью и суверенитетом. Абсолютно откровенно говорю. При всех сложностях, если Российская Федерация, руководство, хочет строить отношения с суверенным, независимым государством Беларусь, если Россия воспринимает нас как суверенное, независимое государство, но очень близкое, очень надежное, где все русское от языка до российских традиций свято чтится, мы готовы выстраивать отношения. Но мы должны всегда исходить из того, что мы, государство, суверенное и независимое. Мы готовы были в одном государстве жить, служить, работать. Имя его Советский Союз. Все было на моих глазах. Но не мы его разрушили. И откуда пошли тенденции к разрушению этого государства, и о причинах этого разрушения мы много знаем. Поэтому нам, пусть неожиданно, как угодно, достались эти суверенитеты, независимость. Мы свято это должны хранить, потому что этого хочет белорусский народ. Но мы никогда не будем врагами России, и никогда косо в сторону России смотреть не будем. Это самое близкое нам государство, самое близкое нам народы. Но, я думаю, пока мы с вами у власти, будем такой тенденции придерживаться. Если бы было иначе, было бы как в Украине. Все это понимают, но не все могут об этом говорить. Те, кто сбежал, им надо зарабатывать деньги на жизнь. Деньги кто-то дал, сказал, как сказать. Они и говорят. Поэтому суверенитет, независимость, незыблемый. И всякие разговоры у нас или там, иначе. Это значит предательство интересов белорусского народа. Да, мы с Россией, как суверенное и независимое государство. Я так говорю спокойно, зная позицию президента России. Мы даже этот вопрос сейчас не обсуждаем. Мы единожды отрубили и договорились, как будем действовать, подписав этих 28 программ. Там нет посягательства ни в одной программе на наш суверенитет и независимости. Поэтому, Роман Александрович и Николай Геннадьевич, вы из этого должны жестоко исходить. Ни влево, ни вправо. В том, что эти программы, этот стратегический путь были необходимостью, теперь уже никто не сомневается. Программы имеют конкретные и, самое главное, прикладные значения. И призваны снизить негативный эффект нелегитимных западных санкций, обеспечить развитие ключевых секторов экономики, углубление промышленной кооперации, реализацию новых импортно-замещающих проектов. Ну что греха таить? Пока нас не окунули в это дерьмо санкционное, россияне и не знали, на что способны белорусы. Ну подумаешь, не такая гигантская, как Россия, и даже не такая большая, как Казахстан или Иран. Что они там умеют? Ну, наверное, продовольствие, картошку умеют возделывать и прочее. А когда грохнули санкции, и пришлось нам, россиянам, прежде всего, искать выход из каких-то ситуаций, они увидели, что Беларусь – это высокотехнологичная страна. Она производит все то, что нужно сегодня для жизни. А если и не производит, то в течение двух-трех месяцев, полугода может производить. Правительство мне докладывает о проведенной значительной работе по формированию договорно-правовой базы сотрудничества с Россией в развитии этих стратегических программ. Я рассчитываю услышать от вас четкие ответы, о чем договорились, как выполняются и какие направления пробуксовывают. Это важно, чтобы это было и озвучено в присутствии российской делегации. Спокойно, без криков, без гвалтов. Если мы в чем-то виноваты, значит, мы должны сказать и признать, что мы виноваты. Если российская сторона где-то недоработала, надо тоже об этом говорить. Велика невероятность того, что подписанное соглашение снимут все препятствия на пути наших товаров. А для субъектов хозяйства будут созданы действительно равные условия. Я думаю, что у нас одно пожелание, даже не претензия, а пожелание к российской стороне. Одно – создать равные условия для работы субъектов хозяйствования. Чтобы сельхозпредприятия, наши промышленные предприятия, компании, сферы услуг и так далее и тому подобное работали в равных условиях. Важно, чтобы цены на газ, нефть были не заоблачны при этих равных условиях. Но это абсолютно не главное. Можно сказать, даже это не важно. Главное, чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители и другие направления нашей деятельности. Это главное. На первый план также выходят вопросы ценообразования, как я уже сказал, на энергоресурсы. В связи с конкурентоспособностью нашей экономики. Конкурентоспособность зависит от этих цен. Напомню, союзные программы по формированию объединенного рынка газа, например, предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто эти сроки сорваны. Вопрос, кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию. Ну, я взял пример газ. Наряду с выполнением утвержденных союзных программ важно обозначить круг перспективных задач для последующего движения. Ну, выполним эти 28 программ. Но это мы пройдем, наверное, только полпути. А что дальше? Поэтому через эти дорожные карты или, как мы их называем, союзные программы мы должны видеть свет конца тоннеля. Что будет завтра, послезавтра, через 10-15 лет? Принимаемые решения должны идти от жизни и диктоваться задачами, стоящими перед нами в социально-гуманитарной сфере. Также важный вопрос – координация действий при ответных шагах на усиливающееся санкционное давление. Принимаемые российской стороной меры ни в коем случае не должны препятствовать транзиту белорусской продукции в третьи страны через территорию России, а также не должно быть никаких претензий при экспорте на российский рынок белорусских товаров и услуг. Я с удивлением при подготовке к этому совещанию узнал, что у нас оказывается еще запрет со стороны России на полсотни каких-то предприятий, которые работают в области продовольствия. Ну, я вам должен сказать, что это и правительство нашего вина. Мы просто считаем, ну подумаешь, какие-то там мелкие предприятия. Да этого просто, в принципе, быть не должно. Это противоречит идеологии наших отношений. Хотел бы услышать от вас обстоятельные ответы на все вопросы белорусско-российских отношений и жду предложений, как будем действовать дальше. При этом решения наши должны быть оперативными, тщательно выверенными, без всякой волокиты. Роман Сарков, пожалуйста, вам слово. Уважаемый товарищ президент, участники совещания, в начале доклада остановлюсь на общей ситуации в белорусско-российских отношениях и раскрою более подробно положение в ключевых секторах. Итак, за последние два года достигнут существенный прогресс в решении в интересах Беларуси тех вопросов, по которым длительное время не находились развязки. Продолжение следует... Продолжение следует...